Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один тип оптимизации, на еще один способ. Эти способы могут где-то не работать. На каких-то архитектурах, при каких-то компиляторах могут не давать, точнее могут давать не тот результат, который, скажем, у меня. Поэтому настоятельно рекомендую вам всегда изучать на вашей архитектуре, работает ли этот вид оптимизации. Если же у вас приложение кроссплатформенное, то лучше бы проверить на разных платформах, чтобы убедиться, что как минимум для большинства платформ оно работает, а для какой-то, возможно, не работает, и скорость такая же, как до оптимизации. Потому что если оптимизировать, то нужно исследовать все платформы. Ну, это в идеальном случае. Короче, в чем суть оптимизации? Довольно часто даже можно встретить вот такое, когда у нас есть один цикл, есть второй цикл, и, в принципе, у нас заполняется, ну, идет работа с какими-то двумя массивами, тремя массивами, то есть, возможно, три цикла. Эти массивы могут быть даже разной длины. В идеале, конечно же, очень хорошо оптимизация сработает. А если у нас массивы одинакового размера, вот, но в данном случае, вот у меня пример, когда первый массив 30 тысяч элементов, второй 15 тысяч элементов. И нам надо обработать эти массивы. Так вот, смотрите, суть этой оптимизации в том, чтобы объединить в один цикл обработку этих двух массивов. Вот. И как это делается? Это делается вот так вот. Вот у нас есть цикл. И в этом цикле мы обрабатываем первый массив. Так как второй массив меньше, то мы сравниваем и, если оно меньше размера, то обрабатываем там второй массив. Соответственно, объединение циклов произошло. Давайте посмотрим, насколько это эффективно. Так, уровень оптимизации O0. То есть, оптимизация отключена. И сейчас, сейчас замеряем. И для чистоты эксперимента, даже для того, чтобы можно было, ну, какое-то среднее значение увидеть, да, то запустим по три раза. Итак, оптимизация отключена. И, как вы видите, при отключенной оптимизации уже у нас, уже у нас не тот проект запускается. Вот так. Ну, бывает. Бывает. Так, давайте запустим еще раз. Так, 80 тысяч, 60 тысяч. То есть, смотрите, в принципе, в принципе, в принципе, скорость выросла. И я могу сказать, нормально таки выросла. Давайте уровень оптимизации включим. О1. Так, и О2 еще попробуем, и все. А все остальные флаги вы можете поэкспериментировать сами. Вот. Ну, и экспериментировать, конечно же, нужно с кодом, который приближен к боевому, да, к реальному. Вот. Потому что, возможно, где-то так и не получится сделать. Так, смотрите, здесь разница тоже, в принципе, неплохо. Разница уже растет, да, в скорости. То есть, ну, в процентном соотношении здесь при флаге О1 еще лучше получилось. И давайте О2. О2, как вы помните, это рекомендуемый уровень оптимизации. Так, и вот здесь у нас, а вот при О2, смотрите, у нас не все так хорошо, как ожидалось. Вот. Возможно, возможно, оптимизатор что-то такое досделал. Короче, О0 при отключенном уровне оптимизации и при самом простом уровне оптимизации, это работает. При О2 не работает. И давайте еще О3 посмотрим. Что у нас? А при О3 еще хуже. Ну, вот так вот. Попробуйте у себя. У себя. И напишите, напишите, как у вас. Как у вас? А давайте я попробую уменьшить эти размеры. Вот. И напишите, как дела обстоят у вас. У меня, у меня, что у меня за процессор? У меня Intel. Так, где-то тут пишет. Короче, кэши. Вот какие у меня процессоры. Но в данном случае кэш вряд ли влияет. Хотя может. Хотя в кэш первого уровня мы влазим. Ладно, сейчас вопрос не об этом. Короче, что мы увидели? Мы увидели, что вот при этих флагах оптимизация работает. А при О2 и О3 что-то не особо и работает. Запустим еще раз. Последний раз. 800 и по 2000. Да, смысла нет. Но, тем не менее, где-то может иметь смысл. В зависимости от платформы. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.